Понятие о мытарствах, оно откуда пошло? Из жития Василия Нового. Там одна прислуживала ему, Феодора Сареградская, и то, что было открыто. Опровергать там нечего. Но говорит, а я не верю. Ну не веришь, остается антракт молчания. Подтвердить это никак нельзя. А в аллегорической форме так понимают, что доброе дело делало, оно тебе поможет пройти мытарства. 20 мытарств, 40 дней. Знание мытарств никому не помешало. Слушаю. В Библии есть чем-то об этом? Ни одного слова нет. Нет. В Библии нет ни одного слова о многом, что мы имеем. Ну надо смотреть, мешает мне это спасению или нет. Ну допустим мытарства нет. А что дальше? А дальше начинаются выдумки, которые не приняли это. Они теперь, вот был такой-то в клинической смерти. Вот фильм такой есть, сбежавший из ада. Это то же самое. Отвергая одно, люди не оставляют место пустым. Теперь уже доказывать нечем. А это жития святых. По Дмитрию Ростовскому. Тут хотя за что-то можно уцепиться. И притом во вред-то ничего нет. Отдельно за злое слово. Мытарство. Особые демоны. Все показывает, что ты делал, написано. А то бабы заигрались. Во время, я помню, в деревне она поет. Эх, смерть пришла, меня дома не нашла. Я с товарками гулять ушла. Найдет. Никуда ты не денешься. Так что, вот об этом этот... Олег Стеняев говорит, подробно разъясняет. Откуда он там что берет, я даже слушать не стал. Знаю, что новых откровений много. А от Бога ли они... Тут все вопрос решается. Один вопрос. Вовред мне или нет? А если мытарство говорит о грехах конкретно, а я себя исследовать буду, я найду при жизни, чтобы это все истеребить. Значит, большая польза. Так, все? С Богом. В принципе, там совпадает все с Писанием, да? Да, все, я отошел.